И к другим новостям. Модернизация объектов ЖКХ, современная городская среда, комфортное жилье, приоритеты для сферы строительства. Представящую работу отрасли и реализацию национального проекта обсуждали сегодня на заседании Кабинета Министров. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Национальный проект установил жесткие рамки для строительного бизнеса. Темп работ необходимо увеличивать, жилье должно стать более доступным. По прогнозам спрос на квартиры повысится. На этом фоне банки готовы снижать проценты по ипотеке. В 2019 году у нас запланировано построить не менее 672 тысяч квадратных метров жилья. В 2024 году выйти нужно на 916 тысяч квадратных метров жилья. Для этого созданы все условия. То есть комплексная застройка территории сегодня осуществляется на земельных участках площадью почти 2000 гектаров. С планируемым жилищным фондом почти более 7 миллионов метров квадратных жилья. Дополнительным стимулом для строительства жилья является обеспечение земельных участков объектами инженерной транспортной инфраструктуры. В 2018 году на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющим трех и более детей, из бюджета в различных уровнях небюджетных источников, выделено почти 80 миллионов рублей. Приоритетная задача ведомства – решение проблемы с обманутыми дольщиками. Совместно с прокуратурой республики мы отрабатываем, то есть постоянно встречаемся по этому вопросу. То есть отработана дорожная карта, то есть планируем в 2019 году закончить два этот самый объекта достроить. По одному объекту это по соляному планируем в 2021 году. То есть есть проблемы, есть сложности, но отрабатываем застройщиками, то есть подбираем варианты выхода. С июля долевое строительство заменят искро у счета. Глава региона отметил, что переход на новые механизмы оплаты должен пройти без сбоев. Проблемы по тем нуждающимся, которые там участвовали в этих программах между застройщиками и нашими жителями, которые в очереди там нуждаются, чтобы не возникало. Проблемы не должны создавать. Вот самое главное. Любые решения, они приемлемы в пределах законодательства, в пределах человеческих отношений. На повестке и подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону все работы по замене и капитальному ремонту сетей должны быть завершены до 15 сентября. Для бесперебойного обеспечения населения тепловой, электрической энергией, газом будут созданы нормативные запасы топлива. Также предусматриваются объемы замены ветхих тепловых и водопроводных сетей. Главной проблемой при подготовке к грядущему отопительному сезону могут стать долги за услуги ЖКХ. Михаил Игнатьев отметил, что в ближайшие годы в этой сфере необходимо навести порядок. Примером должно послужить дело коммунальных технологий. Благодаря эффективному взаимодействию с прокуратурой договор с бизнесменами аннулировали, а тепловые сети передали муниципальному предприятию. Глава региона поручил наладить тотальный контроль. За работой управляющих компаний и пресекать несогласованные с собственниками траты. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.